привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня я хочу обсудить одну классическую и весьма занимательную задачу а задача это формулируется так имеется замкнутый сосуд целиком заполненный водой и на дне этого сосуда каким-то образом удерживается воздушный пузырек а потом этот пузырек всплывает вверх под крышку сосуда и спрашивается как после такого всплытия изменится давление воды на дно сосуда и можете сначала поразмышлять и на этой задачей самостоятельно а потом посмотреть на то что я буду рассказывать и что я буду делать и вот условия нашей задачи пузырек находится сейчас на дне сосуда и пусть давление на дно равно п куда входит атмосферное давление плюс гидростатика плюс может быть еще какого-то давления в сосуд подкачали это не важно а теперь пузырек всплывает вверх на высоту аж и что я должен при этом сказать воду по сравнению с воздухом можно считать практически нежимаемой субстанцией и это означает что какой был объем пузырька внизу такое он остался и вверху пузырек всплыл медленно его объем не поменялся и температура тоже не поменялась а значит давление воздуха в пузырьке остается тем же самым ну и это означает что теперь у нас давление п вот это не внизу на дне сосуда а наверху ну а тогда на дне сосуда у нас прибавляется гидростатика рожи аж и вот настолько на такую величину давление на дно сосуда должно возрасти ну а дальше смотрите кого-то такое рассуждение убеждает сразу своей строгостью а кто-то конечно продолжает недоумевать как это всплытие маленького пузырька может изменить давление на дно большого сосуда ну и кстати не только на дно на эту величину рожи аж возрастает давление в любой точке сосуда и чтобы убедиться что все что предсказывает теория происходит действительности ну а также просто ради любопытства я сейчас проделаю эксперимент и с этой целью я построил вот такую установку здесь имеется высокая труба затычками сверху и снизу заполненная водой а роль пузыря будет играть обрезанная перевернутая бутылка ну а с помощью датчика давления я буду измерять давление на дно сосуда обрезанная бутылка играющая роль пузыря удерживается на дне с помощью магнита убираем его пузырь поднимается вверх и вместе с ним растет давление на дно сосуда теория подтверждается экспериментом теперь посмотрим на график давления более детально исходное давление воды на дно сосуда составляла 5,6 килопаскаля что соответствует 57 сантиметрам водяного столба в трубе а после того как пузырь поднялся наверх давление выросла на 3,8 килопаскаля однако пузырь поднялся на 44 сантиметра и можно было ожидать повышение давления на 4,3 килопаскаля с чем же связана потеря 0,5 килопаскаля и чтобы это понять нам надо чуть-чуть открутить назад и посмотреть какую модель мы использовали в своих исходных рассуждениях когда решали задачу а в этой модели мы считали воду не сжимаемой жидкостью мы считали стенки сосуда не деформируемыми и еще мы считали что весь воздух внутри сосуда он находится в том пузыре который всплывает а в действительности же вода все-таки немного сжимаем а хотя я думаю что этот фактор не является самым существенным далее сосуд наша труба его стенки при повышении давления внутри они деформируются и мнутся также и верхняя нижняя крышки которые сделаны из пеноплекса и и воздух находится в пузырении весь чуть-чуть воздушных пузырьков остается под крышкой и в трубочке которая соединяет сосуд с датчиком давления там внутри тоже находится воздух который чуть-чуть сжимается когда давление внутри всей этой системы повышается но и я думаю что вот эти факторы и приводят к тому что давление все-таки при всплытии сосуда несколько сбрасывается по сравнению с предсказаниями идеальной теоретической модели а теперь прежде чем перейти к заключительному вопросу я хочу обратиться к вам с просьбой о поддержке нашего канала сейчас он существует в основном за счет средств компании CTR и еще за счет той поддержки которую уже оказывают наши зрители и хотелось бы чтобы эта поддержка была большей а о том как можно сделать пожертвования написано под роликом на ю тубе вы можете прочитать вложиться поддержать нас даже небольшие средства будут нам заметным подспорьем в нашей деятельности мы сейчас не получаем никаких грантов хотя у нас написано что мы новосибирский университет но мы выпускники и мы не имеем от университета никакой финансовой поддержки все делается за счет того что есть люди которые хотят чтобы наш канал существовал и развивался а теперь я перехожу к заключительному вопросу и он будет таким поскольку пузырёк который всплывал наверх не менял своего объема кажется что мы можем взять и заключить этот пузырёк в жесткую оболочку которая не будет менять своего объема и эта оболочка вот так всплывет вверх и с одной стороны вроде бы ничего не изменилось и стало быть при таком подходе давление в сосуде при всплытии вот этого жесткого пузырька должно по нашим рассуждениям подняться а с другой стороны ну какая разница где эта оболочка внутри сосуда находится и кажется что давление не должно меняться и вот эти два утверждения противоречат друг другу да какое из них правильное и почему ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе